Здравствуйте! В Минздраве предложили ввести акцизы на напитки с высоким содержанием сахара. Инициатива содержится в обновленном проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. По словам ведущего научного сотрудника Центра профилактической медицины Минздрава Петра Ипатова, акцизы на напитки, которые содержат сахар, реализованы во многих странах мира. Цитата. «Напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета. В избежание указанных заболеваний ВОЗ рекомендует сокращение потребления сахара», – подчеркнул эксперт. Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых российских бизнесменов. Список возглавил председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в 19 с лишним миллиардов долларов. На втором месте председатель Совета директоров Северстали Алексей Мордашов, заработавший 18 миллиардов 700 миллионов долларов. Тройку богатейших бизнесменов страны замыкает прошлогодний лидер рейтинга – председатель правления «Новотек» Леонид Михельсон, состоянием 18 миллиардов долларов. В первой десятке самых богатых бизнесменов России также президент Лукоилов Агит Олегперов, руководитель «Новотека» Геннадий Тимченко и президент «Интерроса» Владимир Потанин. В списке есть и бизнесмены, имеющие отношение к пермскому бизнесу. Среди них Петр Кондрашов, Андрей Кузяев, Анатолий Седых и другие. Владимир Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Согласно ему, деньги за неиспользованные невозвратные билеты будут возвращаться только в случае внезапной смерти, болезни или травмы пассажира. При этом для подтверждения таких случаев нужно будет предоставить соответствующий документ. Также возврат денег предусмотрен в связи с задержкой или отменой рейса. Ожидается, что невозвратные билеты будут дешевле обычных. При этом перевозчик обязан сообщить пассажиру о том, что можно приобрести как возвратный, так и невозвратный билет. Роскачество составило рейтинг самых надежных антивирусов для операционной системы Windows. Как сообщили в пресс-службе организации, всего было проанализировано 23 наиболее известных программы от разработчиков всего мира. Исследование показало, что почти все программы хорошо справляются с защитой от шпионских программ. У большинства испытанных антивирусов показатель защиты превышает 95%. Это считается нижней границей противодействия вредоносным программам. Самым лучшим антивирусом Роскачество признало программу Bitdefender Internet Security. За ней следуют Касперский Internet Security и бесплатный аналог Bitdefender Antivirus Free Edition. Четвертое и пятое место рейтинга занимает BullGuard Internet Security и Norton Security Deluxe соответственно. Курс доллара, установленный Центробанком, на 20 апреля составляет 60 рублей 85 копеек, курс евро 75 рублей 40 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!